Медиагруппа Авангард представляет С Security Operation Центром И предоставляемых нами сервисов Прошу Я очень рад сегодня видеть много знакомых лиц Ну Ваня хорошо сказал про похвалу Похвалу будет наверное не очень много А будет про какую-то реальность Которая присутствует Чтобы было понятно Я в компании Headhunter занимаюсь комплексной безопасностью Это одна из моих ипостасей И в частности Год назад мы приняли решение Сотрудничество с информзащитой Именно в построении СОКа Ну и маленький дисклеймер Потому что сокостроитель здесь наверное каждый второй Каждый имеет свое видение Своё представление что это Два поинта этого дисклеймера Я художник я так вижу И на вкус и цвет все фломастеры разные Потому что очень часто спрашивают Почему ты выбрал именно это Почему ты строишь именно так Ну потому что наверное У меня есть какой-то свой вижен на то как это делать Ну что ж пойдем Основным моментом И наверное одним из самых важных и сложных Это было А зачем вообще строить СОК внешний Почему бы не построить модно Красиво Молодежно Как это делают многие компании Расширяют штат Безопасник становится лицом незаменимым Потому что вот все это и братья Ему нужно управлять Но мы посчитали Поскольку безопасность не единственная Моя компетенция И в компании отвечаю за много направлений Было принято решение Что гораздо выгоднее экономически То есть пригласить партнера Который приведет необходимое количество систем Экспертизы Знаний Многих других вещей Я честно не хотел в своем департаменте безопасности Я не хотел городить То есть кучу операторов Делать 200 линий поддержки То есть мало компетентных людей У себя выращивать Объясню почему Позиция очень проста Я не верю в то что люди которые сидят И там называются аналитик сока То есть это будет массовая профессия Через 2-3 года Сок скоро сам Базовые события научится анализировать Благо у нас Много компаний Которые занимаются Такими страшными названиями Как дата сайентизм Искусственный интеллект Биг дейта Машинное обучение И все остальное Точно как рекрутер То есть это моя компетенция С другой стороны Я говорю что эти профессии Скорее всего в ближайшее время Будут вымыты Весь автоматический труд уйдет Поэтому я не захотел Это делать у себя Это первое Второе Я точно знал Что если я куплю себе Сием и еще десяток систем Это будет такой бюджет Хороший Прям мощный И пообщавшись Со всеми почти представителями Кто работал с соками Я понял что это можно сделать В 3-4 раза дешевле Причем еще и не мучиться С вендорами С поддержкой С какими-то техническими проблемами Ну и безусловно Качество сервиса Вы уж простите Но такой ход Как вы накажете Или как вы будете коммуницировать В случае происхождения инцидента Вот есть у вас Ваша служба безопасности Что вы с ней сделаете С этими ребятами Если у вас пройдет инцидент С партнером же сделать Можно много совершенно разных Интересных вещей И это для бизнеса Особенно для моих инвесторов Являлось очень хорошим Поинтом для внедрения Этой системы Совершенно другой уровень Ответственности Совершенно другой уровень Ходжирования рисков Мы на самом деле Прежде всего Хотели получить Именно мониторинг Мониторинг всех событий У нас огромное количество систем В том числе и систем безопасности И свести этого едино Было наверное Одной из основных задач В силу построения Специфичности построения Нашей инфраструктуры Мы инциденты Право реагирования Изменения Внесения Каких-то вещей Оставили за собой Хотя работаем В очень плотной связке С коллегами Из информзащиты Вместе стараемся Определять Это инцидент Либо не инцидент Либо как-то его Сегментировать Мы стараемся Уйти от жесткой формализации Я очень не люблю Слово Бумажная безопасность Могу себе позволить Потому что Нормативка Так называемая Она меня касается В меньшей степени То есть по этим вопросам Поэтому да Мы не стараемся Формализировать Мы стараемся Быстро реагировать В компании вообще Принят принцип То есть максимальная Скорость реагирования На события Не хеджирование Рыска Не выставление Барьера Не создание Форт Нокса А умение реагировать Быстро на входящее Изменяющее событие Ну и еще один поинт Мы распределены Территориально Очень сильно Не только в Российской Федерации Но и в странах Ближнего и дальнего Зарубежья И очень хотелось Да Какие-то сценарии Реагирования Переносить Ну то есть Не на всю структуру Сразу размазывать Да То есть Откатали на одном месте Возможно Там где не больно И спокойно масштабировали На все остальные поинты И это у нас получилось Да То есть За последний год Работа и сотрудничества С информозащитой Честно говоря Спать я стал спокойнее Назовем корректно Это места для подъема Великолепная система Отлично работает Высылает Невыносимое просто Количество технической информации Но совершенно отсутствует Так называемая Бизнес-управленческая Отчетность То есть Некий такой Монитор Который бы мне Температуру в больнице Замерил Я как безопасник Конечно могу Прочитать техническую информацию Но как мне общаться С бизнес-заказчиками С основными С инвесторами Если у меня нет Вполне понятной Быстро обрабатываем Быстро создаваемой документации Это конечно наше место Для подъема Мы с обоих сторон Это понимаем И начали уже над этим работать Надеемся в этом году Победим этот нюанс Который на самом деле Безумно важен Вы не можете управлять системой На основе тысячи Маленьких параметров Вам нужна крупнокартиночная То есть как это Хеликоптер-вью По-другому называется Такая вещь Когда вы видите все сверху И можете достаточно быстро Как управленец Направлять усилия Команды А сок это в том числе Команда И у нас команда Получилась распределенная То есть Команда безопасности Headhunter Команда Которая предоставляет нам Информзащита И все это нужно Направлять вовремя Реагировать вовремя И избегать Каких-то конфликтных ситуаций Ну и также Тот сервис Который нам предоставляется СЛЭ абсолютно не учитывает Наших внутренних Инфраструктурных особенностей То есть он учитывает время реагирования На какой-то инцидент Типичный Сломали Прошли И так далее Но он не учитывает Допустим Сколько стоит Время простое Сайта Или время простое Какой-то важной Информационной системы Которая может быть отключена Над этим мы тоже Сейчас трудимся И понимаем Что это не только задача Коллег Которые предоставляют сервис Это и наша задача Прежде всего Внутри себя Сегментировать Какие-то процессы Описать то Что раньше не описано И тут безопасность Стала выступать Не просто Каким-то регламентным органом Она начинает Проникать в бизнес Для того чтобы понять Посчитать Риск менеджмент Варианты реагирования И все это В конечном итоге Сводится к деньгам Бизнес Как ни странно Великолепно на это отреагировал Почему? Потому что я им Теперь приношу цифры Вполне конкретные Бизнес цифры Влияние на их продукты При определенных вещах При определенных Ацендентах Которые у меня происходят И им понятно это Я им не рассказываю Нас вскрыли Вот пришел там хакер Сломал что-то Я им показываю Вот бизнес процесс такой Если у нас вот здесь Произойдет Деньги вот такие на кону Бизнес моментально реагирует Мне очень стало удобно Получать бюджет На свои какие-то вещи В том числе на сок Мы сразу понимали Что когда строишь сок А сок опять же таки Это в том числе Прокомандует Не только набор Технических программных комплексов Там модных Красивых Это люди Люди сидят Анализируют Люди настраивают Есть вполне узкие Компетенции Есть некая чуйка У хороших безопасников Которые умеют Реагировать на инциденты И коммуникации у нас Шли первое время Особенно первое время Безумно тяжело То есть нужно было Из двух Совершенно разных Организаций Слепить единую команду Несмотря на обилие Коммуникаторов Средств связи Переписок Регламентов Этот процесс Шел долго Мы были к этому Заранее готовы И тем не менее Само по себе Скорее всего У большинства компаний Кто будет внедрять Вот этот процесс Выстроение коммуникации Между заказчиком И между исполнителем Это болезненная штука Сейчас он Плюс-минус Устаканился Он стал понятен Прозрачен Мы стали Гораздо больше Понимать Что от нас требуется Потому что мы тоже В коммуникацию Вносим свою долю хаоса Мы там У себя взяли Закрыли 103 инцидента А в отчетность Мы это не записали Следовательно Коллеги из сок-центра Не знают Как мы отреагировали И могут возникнуть ошибки Мы конечно Это поправляем Но вот эта дискоммуникация Она является Одним из вообще Узких мест внедрения Как мне кажется Подобных систем Или подобного опыта Хотелось построить Не просто систему мониторинга Которая на типовые реакции То есть какие-то Я не знаю Базовые индикаторы Компрометации Какие-то сигнатурные вещи Что-то такое Что из коробки Знают все У нас Достаточно сложно Построено Причем Как водится Не буду скрывать Как и в любом бизнесе Костыльным способом Потому что пилили сами Росли гораздо быстрее Чем успевали осознавать Система У которой есть много Внутренних поведенческих факторов И очень хотелось Построить такую штуку Которая учитывая Именно наши внутренние Инфраструктурные вещи Наши особенности Построения Движения информации Внутри Могла бы давать Гораздо более четкий результат И одним из решений Которое коллеги нам Предложили Оно очень понравилось То есть они спустились На уровень наших Операционных систем И взяли их Под полный контроль Фактически Любой пинтестер Назовем так Человек Который пытается Что-то сломать Он так или иначе Использует Один из этих методов В своей работе И его достаточно легко Превратить в инцидент Либо начать отслеживать Либо как-то реагировать На эти изменения Раньше такой глубины Взаимодействия С собственной информационной системой Мы себе позволить не могли И это конечно Очень сильно Упростило работу ИБ команды Внутри Ходхантера У нас осталось Огромное количество времени Да И на другие задачи Которые позволяют Не заниматься дыролатанием Это очень Очень для нас Крутой результат Да То есть мы считаем Что первый этап внедрения Который у нас шел год Да Когда мы столкнулись С тем что такое сок Как мы его видим И как мы его понимаем Мы достаточно неплохо Выполнили Да И в том числе Благодаря взаимодействию С конкретно взятым поставщиком Потому что мы уже успели Пройти и Крым И Рым И медные трубы И инциденты И так далее Ну а самый простой пример Да Вот Того что сок От информозащиты У нас научился Учитывать какие-то наши Внутренние поведенческие факторы Является следующим Мы использовали приложение Одного из вендоров Небезопасность Это бизнесовое предложение Система нашла Что в приложении Существуют нелегитимные возможности Мы обратились к вендеру Даже вендер не знал Что кто-то из его разработчиков Шил Бэкдор Внутрь системы Да И так далее Это В обычных условиях Мы бы вряд ли это нашли Осознали Потому что с этим партнером Мы долго Имели некие отношения Наверное это все Что можно Как поделиться Глобально Про удачи И в принципе Про такой Достаточно короткий Пока еще Опыт внедрения Готов ответить на ваши вопросы Коллеги Если есть У меня вот такой вопрос У вас прозвучал Там вопрос Я так понял Что достаточно Серьезный уровень управления Ассет менеджмент Риск менеджмент Соответственно А как И были ли у вас С вашим Очень уважаемым Известным На рынке Подрядчиком Мысли о том Чтобы перейти К страхованию И если да То почему нет Ну нельзя Сразу в Америку Конечно Мы о страховании Думали Но это какие-то Следующие этапы Ну то есть Большого слона Мое мнение Как там по аджайлу Водится Нужно есть Маленькими слайсами Вот мы слайсы Для себя распределили Сначала Самые критичные моменты Выполнили в том Что называется Построение сок Мы построили Систему мониторинга Мы начали видеть Что у нас происходит Благодаря тому Что мы начали Этим заниматься У нас появилось Огромное количество Дополнительных систем Которые мы раньше Даже не знали О их существовании Сами внедрили Сами поставили Периметр своей Ну того что Называется IT То есть сети Все что они делают Новые хосты У нас контролируется Маленькой софтинкой Которую мы там Совершенно бесплатно Взяли погонять И теперь мы точно знаем Появляется хотя бы Один новый хост У нас тут же Это всплывает Мы тут же Это передаем коллегам То есть Это очень такая Интересная работа Начинается Конечно Один из этапов Мы его будем рассматривать Но уже прямо С цифрами Это страхование Хочется это сделать Это Не скажу что must have Но очень для меня Как для руководителя Занимательная штука Потому что она И мои риски В том числе Карьерную Достаточно неплохо Страхует Как-то так Вы в самом начале Обозначили то Что при выборе Внешнего подрядчика Одним из моментов Была возможность Закрепление Ответственности Этого подрядчика Перед Перед правлением Компании Можете пояснить В чем это выражается Выражается ли это Финансово Как-то оговорено В договорах Ну общими словами Но В чем это заключается Как вы думаете Юристы компании Headhunter позволят Просто в тексте Написать Что мы погрозим Пальчиком В случае Какого-то инцидента Это было Долгое согласование Я не могу К сожалению В всех деталях В рамках комплайенса Рассказывать Да То есть Да там есть Финансовые моменты Есть немонетарные влияния Есть много других вещей Плюс вы должны понимать Еще очень интересный Такой блокатор Который на любого Сока водителя То есть компании Которые владеют Продуктом Он очень сильно влияет Сок Если работает С публичной компанией То в случае В случае возникновения Инцидента Компания всегда покажет Что это не ее проблема Особенно компания Которая вышла на IPO Поэтому Как вы думаете Информзащита Переживает за то Чтобы у меня инциденты были По-моему Больше меня И мне это выгодно И бизнесу это выгодно Да То есть Никто не говорит Что они мне закроют Там миллион долларов В случае утечки И так далее Но те риски Которые существуют Перед ними Как перед исполнителем Они гораздо выше Чем если бы у меня сидели Наемные админы Пусть и хорошие ребята Единственное Что вы с ними можете сделать Это уволить Я серьезно Я не могу раскрыть вам Все детали этого договора Да Там достаточно Интересная конструкция Созданная юристами С обоих сторон Которая подразумевает Высокую ответственность Причем она Двусторонняя ответственность Причем опять же Основное правило Любые переговоры Лучше их отсутствия Потому что иногда В момент возникновения Инцидента Что происходит Между компанией И заказчиком То есть исполнителем Заказчиком Все вы плохие Вы там вот И так далее Этого хотелось Заранее избежать И в договоре Мне кажется Мы сделали очень красиво То есть мы не ищем Сейчас там Кто из нас будет виноват Мы работаем в связке А на вашей стороне На такую повседневную работу С коллегами С соком Внешнем Потребовалось Да Снаститься кадрово А ну и сейчас Потребность есть У меня к сожалению Или к радости Большинство коллег Это многостаночники Но они очень Высококомпетентные люди И пока их усилия В рамках этих проектов Я компенсирую Монетарно Удается Что будет дальше Непонятно Я стараюсь Конечно же Добавить немножко персонала Но основное правило У нас И мы его принимаем Мы не очень готовы Масштабироваться Именно людьми Если процесс Можно автоматизировать Делегировать Безопасно для компании То лучше это сделать Да У меня есть выделенные люди Причем Люди очень интересные То есть у меня есть И Red Team И Blue Team Хотя это все Малыми коллективами делают Иногда в Red Team Участвую сам лично У меня выбора нет То есть Приходится садиться И что-то делать Но в общем и целом Нам задачу То есть Не масштабироваться Снять То есть Очень сильно разгрузить коллег Не держать у себя Операторов Аналитиков Каких-то Которые не связаны С бизнесом Я считаю Что мы выполнили А группа реагирования 24 на 7 У вас работает Именно на вашей стороне Да У нас есть Ну мы это сделали Процедурно У меня не сидят люди Да То есть У нас сделано это Процедурно Почему Потому что Есть некоторые сотрудники Ну сейчас Я живу ровно в трехминутной доступности Вот офиса Первому кому звонят мне Я ровно через три минуты Буду в собственном офисе Начну Как это 24 на 7 реагировать Ну там бегать По офису кричать Все пропало Ребята срочно Разрешите Разрешите тоже вопрос Вы совершенно справедливо Отметили в своей презентации Что взаимодействие Внешнего СОК С заказчиком Именно выстраивание Вот этого взаимодействия Это очень сложная процедура И Определили то Что здесь вам помогли Коммуникация А вот кроме этого Формализация Систематизация Автоматизация Этого процесса Есть Или планируется Да Она безусловно Есть уже и сейчас Но Основная задача Грубо говоря Прорыв В решении Этой проблемы У нас был Когда мы начали Очно встречаться Достаточно часто Это не каждый день Даже не неделю Но это Гораздо больше Чем ничего И после этого То есть 2-3 встречи Да Разные группы Коммуникативные Находили свой канал Автоматизации Вот этого процесса И сейчас Большая часть Уже происходит Ну Без моего внимания Даже как руководителя Я точно знаю Что если что-то надо Ребята отрабатывают Очень быстро И мы сейчас Уже зафокусированы На отработку Инцидентов Внутри себя На тренировку Почему? Потому что Айтишники-то не знают Как мы реагируем Нет Это зарегламентировано Что нужно Когда пожар Выбежать Крикнуть пожар И все остальное И поэтому мы сейчас Внутри себя Тренируемся Создавая локальный инцидент Или предполагая Как будет выглядеть инцидент Мы тренируемся И в том числе Вот одна из программ Которую мы с информзащитой На следующий год планируем Это в принципе Такие усиленные Назовем так Тренировки Отработки всех сценариев Реагирования Поскольку Еще раз скажу То есть Компания приняла Что одна из основных Наших там Особенностей будет Это сокращение Времени реагирования Ну простите Я точно знаю Что если нас захотят сломать Нас сломают Какой бы сок У нас не стоял И прочее Дырку в человеческой голове Не заклеишь ничем Это яркие примеры Это последние полгода Все утечки И какие-то взломы Которые были Там команда Куда как круче Тем что есть у меня И они оснащены Просто по сумасшедшим И тем не менее Да даже вот коллега Рассказывал Да то есть Абсолютно трезвая команда С абсолютно великолепным подходом И тем не менее Дырки остаются Коллеги Давайте поблагодарим Виталия За очень интересную Докладу И еще более интересные Ответы на вопросы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Игорь Негода